Коммунистическая партия РФ провела отчетную конференцию «Вернем будущее». На мероприятии обсуждались текущие планы партии на нынешнюю избирательную кампанию. В конференции принял участие депутат Московской городской думы Леонид Зюганов. Я хочу сказать, что наша фракция подготовила официальный отчет, парламентский отчет. Мы его публиковали в «Правде» в наших ведущих газетах. Он представляет позицию партии в выполнении программы «10 шагов достойной жизни», «21 очередных мер» и «12 законов вместе с бюджетом развития», который, по сути дела, реализовывал бы эту уникальную программу. Плюс опыт, который накопили наши губернаторы и в Орле, и в Хакасии, и в Ульяновской области. Наш мэр Лопат, который уже 9 лет работает в Новосибирске, это самый крупный муниципалитет в стране, почти 2 миллиона населения, великолепная научная база и уникальный опыт, в том числе и технологического взаимодействия с Братской Беларуси, решения многих научно-производственных проблем. «При проведении избирательной кампании практически наш кандидат Леонид Андреевич Зюганов провел полную ревизию всего городского хозяйства. Это и здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, соцсфера, правоохранительная деятельность, охрана природных территорий, парков, скверов. Поэтому работа была проведена очень серьезная. Мы проговорили о распределении бюджета города Москвы и как мы бы его распределили. Демография, отношения неконтролируемой миграции, изменение точки зрения и функционирование органов местного самоправления, что очень важно, от этого зависит жизнь каждого москвича, потому что в Москве есть серьезные недостатки, где Леонид Андреевич мог бы поправить эту ситуацию. Тут нужно предлагать законодательные акты, менять избирательное законодательство в городе Москве и в Российской Федерации в частности. Поэтому мы сегодня преодолеваем многочисленные помехи и препоны в виде трехдневного электронного голосования. Но я верю, что мы с успехом сумеем проконтролировать и то, и другое. Создан в Москве избирательный штаб, на уровне ЦК будет штаб в круглым суточном режиме. У нас будет штаб работать. Закреплены секретари и депутаты государства Московской городской думы по всем административным округам. Будет две дежурных машины. Поэтому все голоса избирателей, я уверен, мы сможем достойно защитить. Я хочу сказать, что мы правда провели достаточно большую работу. Во-первых, мы сформировали очень большой общественный штаб. Туда входили наши сторонники, активисты, депутаты абсолютно всех уровней. Депутаты Госдумы, Мосгордумы, муниципальные депутаты. Наши союзные организации, такие как Левый фронт, родители Москвы, инициативные группы, гаражников, дольщиков. Союзные организации по Левопатриотическому блоку, такие как Надежда России, Союз советских офицеров, Дети войны. Наш, конечно же, любимый комсомол. Вообще, в целом, во всей предвыборной кампании приняло участие в организации и работе более 4 тысяч человек. Итак, что нам удалось за это время провести? Во-первых, мы провели 240 больших встреч с людьми. И вообще, всю кампанию мы построили практически в полях. Мы провели 50 больших общественных инспекций. Мы провели 6 крупных конференций с приглашением большого количества инициативных групп. И провели 6 презентаций нашей программы в кинотеатрах. Что нам это дало? Дало, во-первых, мы смогли собрать, конечно же, все самые основные проблемы. Но, знаете, мне вот часто говорили, Леонид, хочешь быть популярным политиком, занимайся хайпом и популизмом. Вот я всегда говорил, что нет, этого мы делать не будем никогда. Поэтому все наши инициативы и идеи нашей партии и моей программы прорабатывали в первую очередь специалисты. Прорабатывали строители, архитекторы, наши общественные активисты. В общем-то, как я уже сказал, большие специалисты во всех сферах. Естественно, вот вся эта сейчас активность, нервозность провластных СМИ говорит о том, что единственный реальный, настоящий конкурент у Собянина. И я свидетель, действительно, сотни встреч прошли. Сам Леонид, наверное, там несколько десятков массовых встреч провел. Это, по сути, были там по 200-300, там где-то даже до 500 человек. Это то, что люди высказывали. Это реальное возрождение народовластия, народовластия, чтобы районные советы, муниципалитеты имели и деньги, и полномочия. Сегодня они бесправны, и от этого масса конфликтов. Вот эта вертикаль, когда все сверху насаждается, никуда не годится. И мы будем это менять вместе обязательно. Правильно, друзья? Правильно. Продолжение следует...